Доказать возрастание последовательности наших ашек можно было в гораздо более прямом способе. Совершенно не было необходимости использования неравенства средних геометических и средних архитических. Можно было просто возвести в степень напрямую, вот по виному ютону. И у нас получилось бы совершенно замечательное равенство, которое настолько важно, что обязательно его нужно вам рассказать. Господа, поскольку все-таки формально считается, что не все присутствующие обязаны стать вином ютоном, давайте я быстренько его напомню. Значит, в первой степени а плюс б будет а плюс б, она даже не а плюс б, она уже единица плюс б, это 1 плюс б в квадрате, это 1 плюс 2б плюс б в квадрате, единица плюс б в квадрате плюс б в квадрате плюс б в квадрате, и вообще единица плюс б в степени n получается следующим образом. Надо написать 1 плюс б в квадрате 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 Это так называемое чиселосочетание из n-кодов, а именно, скобок n штук, вторую скобку берешь, любую из n-1 оставшейся, но поскольку не важно, какую убрать первую, какую вторую, то надо еще поделить на 2. Замечательно. Дальше, 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 дальше надо взять уже три скобки, то есть будет так, n, n-1, n-2 разделить на 6, потому что три элемента между собой можно представить три факториала, то есть шестью способами. b в кубе, ну и так далее. Всего будет, понятное дело, n плюс 1 слагаем. Так вот, ровно эту формулу сейчас мы с вами и имеем. Поехали. Единица плюс 1n в степени n, где единица, плюс n умножить на 1n, плюс n умножить на n-1 пополам умножить на 1 квадратный, плюс n умножить на 1, делить на 2. Ну и так далее. Давайте я все-таки напишу еще одно слагаемое. Просто для того, чтобы вы точно поняли структуру, да? n, n-1, n-2, n-3 разделить на 4 в актериал, умножить на 1, умножить на n в четвертый. Ну и действительно, как далее, и так далее. Вот, это, что кончится. В момент, когда появится n-n, это уже закончится. Вот, теперь давайте это выражение как-то пытаемся упрощать. Ну, единица, с ней ничего не поделаешь, но есть единица. n умножить на 1n, тоже сложно с ней что-то сделать. Это единица. А вот здесь уже можно. Можно n квадрат сократить с n и n-1 поделить на n. Представьте так, единица минус 1n, и все это пополам. Пополам, это на самом деле 2 актериалов. Замечательно. Дальше, смотрим сюда. n сокращается. Здесь получается 1 минус 1n. Следующая скобка. 1 минус 2n. Все это разделить на 3 в актериал. Ну и, наверное, уже поняли идею, да? Здесь будет 1 минус 1n, 1 минус 2n, 1 минус 3n. Разделить на 4 в актериал, 1 минус 3n и так далее. Ну, обычно это пишут не так. Обычно пишут не единицу, а единица делить на 1 в актериал. А вот эту единицу пишут, что единица делить на 0. Хотя это, конечно, уже открытешь, потому что и 0 фактериал это единица, и 1 фактериал это единица. Теперь давайте подумаем, что происходит при увеличении числа n. Почему я сказал, что это есть другой способ доказать, что последовательность а-н-р возрастает? А вот почему. Господа, скажем, когда вы в квадрат возводите, у вас 3 слагаемых. Сколько возводите? 4 слагаемых. В n-рую степень возводите, понятное дело, n плюс 1 слагаемых. Посмотрим, что происходит с каждым из этих слагаемых. Число, количество слагаемых увеличивается, да, при переходе от n к n плюс 1. Первое слагаемое постоянно, это тоже постоянно. При увеличении n, одна n-ая уменьшается, соответственно, вот эта разница увеличивается. Значит, вот эта штука увеличивается. Это увеличивается. Каждая из слагаемых увеличивается. Значит, действительно, мы сумели разложить 1 плюс 1 n в n-ой степени в сумму увеличивающегося количества слагаемых. И при этом, когда слагаемое возникло, оно после этого увеличивается. Ну, значит, действительно, очевидно, что после этого увеличивается. Так, и значит, к чему же это стремится при n, стремящемся к бесконечности? Давайте подумаем. Здесь у нас единица, здесь единица. Это стремится к единице. Это же дебют единицы на два факториала. Здесь стремится к единице, и дебют один дебют на три факториала. Ребята, мы вывели первую красивую формулу для числа е. Ну, по-первых, это и есть предел при обозримяющемся бесконечности 1 плюс 1 n-ая степень n, вы понимаете, то, что самое интересное. А сейчас мы только что доказали в следующем штуке, что это 1 плюс 1 делить на 1 факториал, плюс 1 делить на 2 факториал, плюс 1 делить на 3 факториал, на 4 факториал, на 5 факториал и так далее, и в воскомечестве. То есть число е – это такой замечательный совершенно ряд. Вот эта сумма равна 12, вы понимаете, да? Вот это вот, это 5 десятых, это 1 шестая, 1 двадцать четвертая, 120 и так далее. Так, так далее. Так, так далее.